Все ребята в нашем зале, они все культурно воспитанные ребят, и я бы сказал, что таких вот как-то, ну, людей, которые выпендриваются, как бы нет. То есть, ну, все воспитанные, это благодаря тренерам, благодаря залу, благодаря трудным тренировкам, наверное, это все воспиталось вот в целом. Три года назад я даже не знал, что такое тэквондо. Я просто гулял на улице, играл в футбол. И как-то один раз летом папа сказал, не хочешь попробовать? Я сказал, ну, давай попробую, и пошел к Лентью Дмитрию Анатольевичу. Начал заниматься, ну, вроде понравилось, и через некоторое время я попал в Канару и к Туралу. Довольно стандартная ситуация, когда человек, юный мальчишка или подросток, попадает в спортивную секцию случайно, а позже становится именитым спортсменом. В данном случае у героев нашего фильма, Бориса Краснова и Рафаэля Аюкаева, все еще впереди. Но своими нынешними достижениями они подают большие надежды. Олимпийские надежды, поскольку их путь – корейское боевое искусство тэквондо ВТФ – одна из престижнейших дисциплин летних Олимпийских игр. Борис Краснов родился в Тольятти. В 2015 году окончил 81-ю общеобразовательную школу. Так получилось, что когда парень был еще юным мальчишкой, в секцию Олимпийского тэквондо проводился первый набор. Тренировки вели только-только начинающие свою карьеру наставников Анар и Турала Скеровы. На тот момент завершившие самостоятельные выступления на спортивной арене. Это было более 10 лет назад. В числе лидеров группы оказался Борис Краснов, проявивший себя на первых же соревнованиях. После серии поражений, может быть, так уже руки опускаются работать. Но в основном все равно понимаешь, что это тебе надо. То, что по прошедшим результатам, можно сказать, что более-менее вроде бы прет. Так что просто в нужный момент главное собраться и дальше продолжать работать. Упорные тренировки привели Бориса к дебютному триумфу. В 2012 году он одержал победу на первенстве мира. На тот момент радости тольяттинца не было предела. И встреча юного чемпиона на железнодорожном вокзале его многочисленными друзьями-спортсменами оставила отпечаток в сердце каждого навсегда. С того момента, конечно, уже времени прошло немало. Но все равно эта победа остается для него и для меня, конечно, главной. Пока большего достижения, чем эта победа, у нас нет. Он выиграл, конечно, и в Сербии, занимал на международном турнире первое место. Но по значимости, мне кажется, все-таки эта победа пока остается для нас главной. Совсем иначе обстояли дела у еще одного талантливого токвантиста из Тольятти Рафаэля Аюкаева. Он пробовал себя во многих видах спорта. Но в итоге по совету отца пришел в единоборство. Первым тренером Рафаэля был Дмитрий Леонтьев. А сейчас молодой человек занимается в группе братьев Аскеровых. На него все посмотрели, удивились, что вот он длинный, такой неуклюжий. В первые 2-3 месяца мы его научили 2-3 удара делать в нашем виде спорта, и он стал чемпионом области. Когда он первый раз стал чемпионом области, он плакал, побежал ко мне, обнимает, что я стал чемпионом области. То есть тоже парень крепкий, высокий. Тоже, тоже он очень позитивный, очень позитивный. Ну, пока еще становиться взрослым, мне кажется, ему нужно еще жить и жить. Рафаэль изначально, он как бы парень молодой, сколько там тогда ему было, 16 лет, высокий, здоровый. Честно говоря, на него смотрели так, как бы никакие такие надежды не проявлял. Так, спортсмены, в принципе, ко всем спортсменам относятся одинаково. Но после того, как он начал заниматься, он упорно, да, упорно начал заниматься, то есть показывал результаты на области и на России, стал призером. Постепенно растущие спортивные амбиции, грамотная работа тренеров, и Рафаэль уже начал достигать определенных вершин. Сначала выиграл областное первенство, затем стал лучшим на Приволжском федеральном округе. За два года занятий тэквондо он выполнил норматив мастера спорта. Я занимался по несколько часов в день. Я занимался, я каждый день, вот как только пришел, я каждый день делал одно и то же, одно и то же. Вот. И потом я поехал на область, выиграл, поехал на ПФО и ПФО выиграл. Но самое первое в России я проиграл, конечно, ну потому что из-за недостатка опыта. Вот. Ну потом я начал становиться третьим, три раза на разных турнирах я стал третьим. И вот, наконец-то, победил. Все это во многом благодаря стараниям тренеров и атмосфере, которая царит на тренировках. В спортивном клубе «Олимпийц» нет той самой дележки молодых талантов, знакомого явления во многих видах спорта. Здесь все идут к общей цели – олимпийская медаль выше пробы. Конкуренция имеется в виду вот тренерская такой. Естественно, то есть практически ее сейчас уже нет. Потому что ребята понимают, чтобы дать высокие результаты – это, то есть, Олимпийские игры, это очка Европы, мира. Естественно, нужно работать в коллективе, нужно работать вместе. Я увидел этот талант. Он занимался несколько месяцев у Дмитрия Леонтьева. Это мой друг, мой товарищ. Я предложил, что давай пусть он профессионально будет заниматься. Начал заниматься. Я сказал, что этот парень выиграет Россию. Анар Аскеров и его брат Турал – молодые наставники. Обоим нет еще и 30 лет. Вести тренерскую деятельность квалифицировано. Им помогает собственное спортивное прошлое. Братья Аскеровы являются мастерами спорта по олимпийскому тэквондо. Становились чемпионами и призерами соревнований различного уровня. При этом они всегда открыты для новшеств и в то же время опираются на опыт старших коллег. Аскеров Турал и Аскеров Анар – это ведущие тренеры школы. Потому что в свое время они выступали и тоже достигли хороших результатов. И сейчас работают как тренеры и уже, можно сказать, поставили на поток чемпионов. Две золотые медали на России – это участие в Европе и в мире по тэквондо. Это очень значительный результат. Ты начинаешь уже в роли тренера работать. И ты уже наперед знаешь шаги спортсменов, что они себе будут позволять, а что они себе не будут позволять. То есть это даже помогает. Мне это помогает даже. То есть когда у тебя есть знания, ты сам был спортсменом, сам выступал, был на учебно-тренировочных сборах. Ты знаешь, как может спортсмен себе позволить, а что нет. То есть на какую слабину он может себя это. И это помогает, это психология. Это очень работает. На состязаниях воспитанники Аскеровых представляют не только Тольяттинскую спортивную школу номер 8 «Союз», но и областное учреждение ГБУ «Зюшор» номер 2. В этой школе числится еще одна звезда тэквондо УВТФ Самарской губернии Юлия Турутина. Первый раз, когда я увидел этих спортсменов, они на меня произвели очень огромное впечатление. Замечательные физические данные, большая харизма тренера огромная, общение грамотное, подход к спортсмену, подход к родителям, понимание, что нужно спортсменам, что нужно тренеру. То есть самые высокие задачи стоят, а все остальное это промежуточные цели. Преимущество героев нашего фильма – большой рост. Во время поединка это позволяет им более точно наносить удары, приносящие высокие баллы. Тем не менее, природными данными тоже нужно уметь грамотно пользоваться. Сейчас, в последние два года, очень много появилось высоких спортсменов, потому что чем ты выше, тем ты быстрее можешь достать и не подпустить к себе спортсмена. Но я в этом тоже вижу минус, в том, что у длинных людей реакция не такая быстрая, как у стандартных, обычных людей. Поэтому быть длинным – не всегда это хорошо. Есть люди, которые высокие, и не добиваются практически ничего, потому что они могут быть неуклижими, до них может доходить долго, они могут дополнять очень медленно. Процесс подготовки талантливого спортсмена занимает большое количество времени, отбирает массу сил и энергии. Это не просто физические нагрузки и выезды на соревнования. Как правило, своему родному виду спорта посвящают всю жизнь. Каждому спортсмену нужно найти подход, понять его сильные и слабые стороны, найти те качества, которые в итоге приведут в тандем тренер-подопечный к олимпийским вершинам. В спорте вообще очень важна эта психология спортсмена. То есть это все знают, все об этом в курсе, что на высоких результатах, то есть опять же на международных соревнованиях психология спортсмена очень, то есть устойчивость, холоднокровность, да, вот это, то есть такое холодное мышление, вот это, оно очень важно на самом деле. И буквально недавно перед первенством России, да, ребята об этом знают, это не секрет, я взвинтил темп тренировок очень сильно. То есть я его поднял, да, спортсмены, скажу, начали уже жаловаться, что вот, такой темп тренировок невозможно выдерживать, там еще что-то, еще что-то. Были очень жесткие тренировки, как бы, по долгу, по 4 часа, ну, это все совмещать с учебой как-то было трудно очень, вот, как бы были нервы и все дела, и сил как бы уже вроде было, ну, силы были на исходе. В общем, было очень трудно, но вроде главному старту мы подошли хорошо, забрали туда два золота, вот, ну, в принципе, все эти переживания, как сказать, все эти напряги были не зря. Боря Краснов человек с настроением, человек умный, всегда рассудительный, то есть человек, когда ему задают какой-то вопрос, он тебе на него не отвечает сразу, он начинает думать, как правильно сказать, потому что за ним последующий другой вопрос, все равно мы с ним всегда доходим до истины, то есть такой человек. Мы занимались день по 4 часа, мы занимались с 5 до 9, даже там до полдесят иногда бывало. Было, конечно, трудно, но это того стоит. Рафаэль, он стремительный очень и очень добрый, очень добрый, то есть он может, вот у нас есть тренировка в 5 часов, там приходят малыши там от 5 лет и до 12, он может с ними поиграть, то есть ему это не стыдно. Он может с ними подшутить, он может с ними о чем-то разговаривать, даже они могут над ним подшутить, то есть он не обижается. Вот такой вот человек, то есть добрый, с ним очень легко. Несомненным плюсом в процессе работы в группе Аскеровых является расстановка приоритетов. Здесь каждый занят своим делом, старшие тренируются со своим наставником, младшие отдельно. Никто друг с другом не пересекается и никто никому не мешает. Меня поставили как главного тренера в нашем клубе «Олимпийц» по кадетам и по детям. Я конкретно плотно занимаюсь именно кадетами, детьми, то есть ездим на соревнования, выступаем. В принципе, растет достойное поколение, заменяющее старших ребят. Очень много талантов есть, которые, дай бог, тоже покажут результаты большие и на чемпионате России, чемпионате Европы. Я думаю, и на мире. Мы работаем командой в клубе. Кнут с пряником у нас. То есть вот таким образом. Кто-то немножко подобрее, кто-то позлее, кто-то... Немножко вот эти моменты мы в клубе сочетаем. В трудоемком тренировочном процессе Борис Краснов и Рафаэль Аюкаев успевают учиться, общаться с друзьями и мечтать. Заветной целью обоих спортсменов является победа на Олимпиаде, в которую верят не только сами бойцы, но и их наставники, родные и близкие. Рядом стоим, стучимся, но пока еще они молодые. И переход от юниора во взрослую команду – это очень тяжелый, тяжеловатый. Он требует времени и подготовки, специальной подготовки. Именно для перехода от молодежного ко взрослому спорту. Ну, я надеюсь, надежды мы, конечно же, ставим на них большие. И, естественно, ну, конечно же, Бразилия – это не успеваем, а именно Олимпийские игры 2020 года в Японии, то, конечно же, рассчитываем на участие. Не на участие, а на медали. Прежде всего, мне кажется, должно быть желание первое, да, удача, там все, вера. То есть я в своего ребенка верю. Я знаю, что он выиграет, что он победит, что он станет олимпийским чемпионом. Вот увидите, в следующий раз, когда приедете к нам в гости, мы обязательно это отметим. Может быть, не в следующем году, годиков через пять, но обязательно это случится. В сердцах молодых перспективных талантов находится место для любви не только к Тэквондо, но и к родному городу. Рафаэль никогда не пропускает свой национальный праздник Сабантуй, а Борис не променяет Тольятти ни на какой другой уголок мира. Я отношусь к традиции. Я каждый год посещаю этот праздник. Ну, каждый год на этом Сабантуй знакомлюсь с новыми людьми, очень интересными. Ну да, это вот знаете как. Я каждый раз и в городе посещаю Сабантуй, и вот в деревне. Каждый раз я езжу на Сабантуй. Просто это же традиция, нельзя пропускать такие вещи. Вся жизнь зависит от того, что характер, то есть и с людьми, он нормальный, чистый человек. То есть все. Только в хорошем направлении уходит человек. Не обманывает, то есть честный, нормальный. То есть нет такого, что это воспитывает. Мне этот город нравится, потому что он как бы простой, ничего такого как бы здесь, ну как там, в Москве, например, таких там мега объектов, которые как бы напрягают. Такого здесь нет. Но вроде такой простой город. С одной стороны, вроде бы и мест мало, куда можно сходить, но с другой стороны, вот уже все-таки родной город. И то, что здесь все по-простому, как-то это, ну как, это может быть даже и хорошо для тренировочного процесса в целом. Автоград, если не претендует на звание областной столицы спорта, то центром Тэквондо-губернии Тольятти может считаться по праву. Именно воспитанники местных тренеров составляют костяк сборной команды Самарской области по олимпийской версии единоборства. Помимо героев нашего фильма, Бориса Краснова и Рафаэля Аюкаева, в секции занимается внушительное число подрастающих талантов. Для них Борис и Рафаэль – кумиры и пример для подражания. Каждый из них верит в то, что когда-то он сможет гордиться и говорить своим друзьям. Я лично знаком с олимпийскими чемпионами. Главная мечта – это, конечно, олимпийские игры. В 2020 году в Токио, потому что в 2016 мы уже вряд ли успеем попасть. В силу возраста. В 2020 году, я надеюсь, олимпийское золото, конечно. Да, если я этого хочу, то надо делать то, что надо, то, что говорят, надо делать. Если я не буду тренироваться, как же я попаду туда? Никак. Сжат кулаки в ладони, рвутся нервы на пределе. Сквозь силу воли можешь первым стать ты в нашем деле. Сквозь бой секунды на табло летят неуловимо. Ты нитью боя держишь, не пройдет удар твой мимо. У бурей эмоций точно и сильно. Ставь в бою точку, четко взяв свое. Хэквондок. Это круто, это стильно. Хэквондок. С юных лет твое. Хэквондок. Спорт для честных, дерзких, сильных. Хэквондок. Ты возьмешь свое, этот хэквондок. Здесь все в твоих руках, вновь на арене замер зритель. Кто до последнего держал удар, тот победитель. Нелегкий путь идти сквозь адский труд до пьедестала. Когда победный воздух, ты вдохнешь в себя устала. У бурей эмоций точно и сильно. Ставь в бою точку, четко взяв свое. Хэквондок. Это круто, это стильно. Хэквондок. С юных лет твое. Хэквондок. Спорт для честных, дерзких, сильных. Хэквондок. Ты возьмешь свое, этот хэквондок. У бурей эмоций точно и сильно. Ставь в бою точку, четко взяв свое. У бурей эмоций точно и сильно. Ставь в бою точку, четко взяв свое. Хэквондок. Хэквондок. Это круто, это стильно. Хэквондок. Хэквондок. С юных лет твое. Хэквондок. Спорт для честных, дерзких, сильных. Хэквондок. Ты возьмешь свое, этот хэквондок.